Я думаю, что многие из вас уже слышали о проекте. Поднимите руки, кто слышал о проекте. Хочем знаем. Так, ну я вижу, что большинство. И все же, я начну с того, что это за модель, вообще что это за дело, которым мы занимаемся. Центр Дмитрия Рогачева, вы знаете, был построен в 2011 году. Практически сразу вместе с его появлением здесь появилась школа для детей, которая находится на длительном лечении. Эта школа была создана, по сути, по такой же модели, как и все школы при больницах. Была прикреплена близлежащая школа, учителя приходили, занимались, и процесс каким-то образом шел. В 2014 году Александр Григорьевич Румянцев, Евгений Александрович Ямбург, это известный педагог, я думаю, многие о нем слышали, и Сергей Витальевич Шариков, создают проект под названием «Учим, знаем». Этот проект – это больше, чем школа в центре Димы Рогачева. Я начну, конечно, со школы, какой она стала, как она сегодня, и затем продолжу о том, каким стал проект сегодня по созданию таких школ по всей стране. Итак, наша школа, она реализует основные программы, которые должны пройти все ученики в обычной школе. Реализует она в формате индивидуальных занятий и групповых занятий. Определяет, конечно же, это в первую очередь врач, с которыми у нас тесное взаимодействие. Мы всегда это пропагандируем и в наших региональных площадках, что самое главное – установить правильную коммуникацию с врачами, с вами, дорогие коллеги, потому что без этого общий результат – это выздоровевший полноценный ребенок, нам, так сказать, будет сложно достичь. Мы в первую очередь, я хочу сразу это сказать, ставим лечение. В первую очередь лечение. Никакая школа никакого приоритета не имеет перед лечением абсолютно. Это заблуждение. Многие, когда нас встречают где-то, говорят, что тут лечение происходит, какая школа может быть. Нет. В первую очередь лечение. Мы здесь помогаем. И наша помощь заключается, в данном случае здесь, это, понятно, реализация самой программы, это непосредственно уроки, занятия по всем предметам. Определяется это по состоянию здоровья. В том числе мы реализуем еще дополнительные программы. Ну, для не педагогов, наверное, кто в школе не работал, я два слова скажу. Дополнительные программы – это тоже входит в обязательную часть, но в которую мы развиваем ребенка по направлениям. Ну, такой пример могу привести. Это радиотеатр, робототехника. Сегодня такая тема очень интересная. Я хочу сказать, что вот эти вещи, как радиотеатр, робототехника, другие занятия, они являются активаторами мотивации. Потому что здесь, в этой ситуации, когда ребенок находится, необходимо увести его максимально, его сознание, увести от этой тяжелой болезни, от этого тяжелого состояния. И иногда мы можем слышать такие отзывы, это, конечно, не самые приятные отзывы, но все-таки я тоже их скажу. Вы пришли развлечь ребенка, и так далее. А я скажу, да, в какой-то степени мы пришли в том числе и развлечь ребенка. Но кто сказал, что образование должно быть скучным? Кто сказал, что образование должно быть унылым? Нет. Оно должно быть ярким, интересным, позитивным и, конечно, содержательным. Педагоги, которые сюда приходят, это не те люди, которые пришли спрятаться от школьной системы. Вы знаете, сейчас учителя просто вопят, да, в школах. Там по 36 часов им ставят в соответствии с указом президента. Это известный факт. Это сложная ситуация, на самом деле происходит образование. И к нам, конечно, не бегут те специалисты, которые прячутся от системы, да, желая как-то себя, так сказать, да, сберечь. Нет, сюда приходят люди, которые открыты сердцем, которые хотят помочь таким детям. Многие из наших педагогов, педагогов, это те, кто либо сам прошел, либо их родственники прошли через тяжелую болезнь. То есть они эмоционально понимают, вообще, что это за тема. А те люди, которые не могут справиться, да, с ситуацией обучения такого ребенка, они, конечно же, вынуждены оставить эту работу, потому что эта работа, ну, вы сами знаете, входя в палатку к ребенку, она очень сложная. Им чисто с точки зрения эмпатии, да. Так вот, специалистов, вот здесь сейчас, в центре Димы Рогачева, и в РДКБ у нас тоже там, соответственно, площадка, сейчас таких педагогов 120 человек. Этих педагогов мы принимаем, как на базе уже, соответственно, учителей по своим предметам, плюс они получают дополнительное образование. Такая должность, вы слышали, наверное, тьютер сейчас есть, да? Так вот, тьютер, да, это тот человек, который может индивидуальный подход выработать к ребенку, узнает основные психологии, и, соответственно, работает в такой системе. И каждый педагог, я уже сказал, проходит через такое обучение. То есть, это не сразу, да, с университетской скамьи или просто со школы. У нас в этом плане очень серьезно подходы реализуются. Так вот, как уже было сказано, педагогов у нас здесь 120 человек, работаем мы на двух площадках. В отделениях, да, сейчас есть у нас зоны специальные, которые тоже предназначены для занятий уже с небольшими группами детей по согласованию с врачами. То есть, не только в отдельной, да, в школе, которая, кто здесь был, знает, а здесь есть отдельный сектор в пансионате, куда дети приходят, которым можно заниматься в группах. Но мы сделали еще такие зоны в отделениях с помощью, коллега сидит, моя Елена Владимировна Кузнецова здесь. Так вот, это по площадке здесь. А куда же пошел проект дальше? Наша практика, она стала интересной в регионах. Многие присылали свои отзывы, запросы, кто-то приезжал, смотрел, рассказывал. И это привело к тому, что, да, еще я забыл сказать, у нас также в реабилитационном центре Русское поле есть тоже площадка. Да, спасибо, коллеги, я тоже узнаю вас. Эта площадка тоже особенная, потому что там дети на реабилитации, короткий срок находятся, здесь мы длительно занимаемся, там другая специфика. Но в то же время это тоже наша особая площадка, очень интересная, мы тоже гордимся ей, как и всеми. Так вот, в регионах такая практика стала сейчас поставлена, ну, как это можно выразиться, на поток, потому что стационаров, ну, по нашим подсчетам, онкологических, 54, по-моему, в России, 54 региональных стационаров, да, где дети длительно находятся, в среднем в отделении 30 человек, ну, детей, лечатся школьного возраста. И совместно с компанией Samsung, я забыл сказать, да, что эта компания, она технически оснащает все эти площадки. Наш руководитель Сергей Витальевич Шариков, он ездил, лично доказал необходимость создания такой среды для детей, да, и Samsung пошел на это в рамках своей социально-корпоративной ответственности. Поэтому сегодня мы можем создавать такие среды качественными, с цифровой точки зрения, да, оснащенными. И, конечно, педагоги, в том числе, да, в первую очередь, они должны обладать компетенциями работы с таким оборудованием. И, естественно, учить правильной работе детей с таким оборудованием. Так вот, в регионах сейчас у нас больше 20 площадок по всей России от Крынинграда до Владивостока. только в сентябре мы открыли собственно в Владивостоке, в Республике Коми, в Якутии Национальный Центр Медицины, кто был, не знаю, известный очень центр крупный, которому 26 лет, по-моему. И, Елена Владимировна, мы еще открыли в Санкт-Петербурге, конечно же, да, наших коллег. А, и в Краснодаре, да, пятая площадка, это Краснодар. Так вот, несколько слов я еще скажу о том, что мы, знаете, не хотим просто вот открыть эту площадку, да, и сказать, вот мы молодцы, сделали красивые фотографии, написали посты в Фейсбуке, многие это видят, и все, и ушли, и все, овации получены, все хорошо. Нет. Здесь работа перспективная. В первую очередь, мы, как это модно сейчас говорить, прокачиваем учителей, которые работают на этих площадках. То есть, те учителя в регионах, они зачастую не получают, да, должного внимания с точки зрения квалификации, каких-то курсов и так далее. Это для них глоток. Все это, вот я имею в виду работа с площадками, делается бесплатно. То есть, мы с учителей никаких денег не берем. Мы их обучаем, проводим вебинары, учим их работать в системах электронных современных. И, конечно, это становится определенной изюминкой в регионе, потому что регионы, вы знаете, они, когда встречают делегацию из Москвы, они везут, показывают нам самые лучшие свои учреждения. Вот. Это действительно тоже заслуживает большого внимания. Потому что, когда в стационаре, которому много лет, и очень часто, к сожалению, мы видим не самую лучшую картину в региональных стационарах, это унылые стены, даже в детских отделениях. Хотя где-то уже появляются красочные зоны, но все же. И такая школа, вы видите на этих кадрах, это, конечно, московская площадка, но в маленьком, совсем маленьком масштабе, в регионах тоже появляется яркая зона с красивым оформлением. Да, у нас такая форма специальная. Дети, ну, вы знаете, не люблю вот это вот, когда говорят, там, вот, дети не могут оторваться от нас. Ну, разные дети есть. Но я вам хочу сказать, что школа для них это глоток жизни. Вот они пришли сюда, кто-то пришел вроде как поиграть в робототехнику, а в то же время он изучит какие-то законы физики, да, математику узнает через робототехнику. Учитель биологии у нас работает через лего-конструирование, рассказывает о растениях. Кто-то пришел просто потому, что он любит учиться, он был отличником, да, медалист, он пришел позаниматься, вот, вот его есть возможности. И через то оборудование, которое находится там, он имеет выход на любую площадку в России, в принципе, да, я, конечно, идеализирую в какой-то степени, там, есть с интернетом где-то проблемы, да, говорить откровенно, но есть такая возможность. Также эта тематика, она привлекает не только представители здравоохранения и образования, она еще привлекает партнеров, благотворителей, да, люди приходят, показывают театральные представления, там, где это можно, конечно, да, не верно, что в отделение войдут там толку людей, нет. то есть как-то этот момент жизни, который человек находится изолирован, он не только, я бы сказал, даже где-то больше получает, чем в родной школе, как это не звучит. Вот у нас, ну, понятно, Москва, да, здесь центр Димы Рогашева, вот несколько детей, я не знаю, слышали вы или нет, поучаствовали в таких проектах «Музыка на здоровье». И, допустим, Лиза Петухова, вот тут многие знают, я думаю, и врачи, она вообще отказывалась учиться, вот я сам еще учитель истории по основной своей специальности, я по-моему приходил, она постоянно пряталась в туалете и говорила, мне плохо, я не хочу заниматься, хотя я, знаете, свой предмет люблю, я иду с интересом рассказывать, да, но она пряталась даже от меня. Когда мне удавалось подлавливать, мы, конечно, занимались, но вот наши специалисты, да, творческие, там Сергей Мудров, такие, Михаил Куницын, радиоведущие, яркие люди, они ее привлекли, она вообще мечтала певицей быть. И вот она, занимаясь с ними в нашей радиостудии, поняла, что если она не сдаст экзамены, то никакое училище музыкальное ей не светит, скажем так. И вот, пожалуйста, у нее появилась мотивация, она стала готовиться, как она сдала эти экзамены, она сдала их. Вот. И в то же время она познакомилась с известными людьми, у нее, я не говорю про психосоматику, там разные есть тоже толки, но у нее и болезнь отступила, как выяснилось потом, уже после поступления и так далее. Она перешла в ремиссию. то есть, вот эти вещи, я не говорю про чудо какое-то, это про совпадение, я думаю, так скорее всего. Но все-таки, все-таки, это лучше, чем она бы смотрела потолок, ждала бы чего-то, а тут она получила аттестат, познакомилась с классными людьми, наполнилась опытом интересным, общением. и многие, иногда так это, мне даже вроде уднуться хочется, да, ребенок говорит, я не хочу уезжать из больницы, потому что у вас здесь классная школа. Я думаю, ну что ты, ну а такие случаи есть, я их сам видел. Я сначала не поверил, мне кто-то из коллег сказал, а потом я сам это увидел, я думаю, серьезно. Он говорит, я приеду в школу, меня будут отвлекать, мне будут мешать, а тут со мной занимаются и вообще все здорово. Понимаете? Конечно, мы сотрудничаем и с теми образовательными организациями, да, которые обучают, но здоровых детей, и мы стараемся и приводить детей сюда, чтобы они видели вообще, какой процесс происходит здесь, чтобы они понимали, что такие дети есть, это их одноклассники часто, да, у нас же так бывает, что перестают, к сожалению, дети, одноклассники, общаться со своим, да, ну со своим сверстником, который попал в больницу, то, что родители, ему наговорили, всяких глупостей, сказали, ты что вообще, и страшно, вот у меня тоже последнее, я вот сейчас буду заканчивать, понимаю уже регламент, прошу прощения, Даша, да, вот Григорьева тоже, наверное, знаете, которая, да, да, я попрошу прощения, да, это инициальное, да, вот есть, вот девочка тоже, она мне тоже делится, говорит, ну пальцем просто показывают люди на улице, вот такие, да, непросвещенные у нас граждане порой бывают, это другая проблема, но я просто скажу, что она сдала экзамены, хорошо сдала экзамены, поступила в медучилище, потому что многие дети у нас мечтают стать врачами, и коллеги, дай бог, я очень рад, что есть возможность выступать, с удовольствием отвечу на вопросы, спасибо. Спасибо, Иван Юрьевич, есть вопросы? Вот к вопросу Владимира.